Я прошла даже за 10 минут. Сейчас покажу, какой здесь красивый зал. Мы пришли в столовую. Как вам две пары, которые пришли? У нас такой. Всем привет. Сейчас это 7 утра. И сегодня мой первый учебный день. В этом году, в 2024, начинается второй семестр первого курса. И поэтому я решила заснять такой длинный влог. Меня зовут, кстати, Софа. Я учусь на дефицитовой рекламе в Роли Хикс. И немножко об этом рассказываю в своем блоге. Этот семестр сильно отличается от первого. Например, у нас появилось достаточно много новых предметов. Некоторые из них, кстати, будут сегодня. Я покажу, расскажу. Конечно, у нас изменилось расписание. Но осталось неизменным то, что два раза в неделю у нас всегда дистанционка. Ура, спасибо, да немножко ситуацию облегчает. В том семестре у меня дистанционка была в субботу и в понедельник. Я могла, например, уехать из Москвы в родной город Нижний Новгород. Это всего 4 часа. Не так далеко, не так долго. Я могла уехать, например, в пятницу вечер и в понедельник вечером приехать. Потому что при дистанционке, конечно, можно выходить из любой точки. Сейчас с новым расписанием я так уже сделать не могу. Но в любом случае, мне интересно, насколько будет сложно учиться в этом семестре. Потому что у нас, правда, очень много каких-то новых неизвестных предметов. На улице холоды, замерзаем. Думаю, я сегодня немножко на комфортном. Я собралась, и знаете, то самое чувство, когда ты просто хочешь заснуть. Просто когда за окном немного пасмурно, довольно-таки темно. Ты вообще никуда не хочешь выходить, просто такой... Я думаю, блин, сейчас в метро будет очень много людей, которые вспоминают, что сегодня суббота. Я не так далеко ехать до вуза, но обычно я часто опаздываю. Сегодня я даже приехала чуть пораньше, поэтому зашла в кофейню, которая у нас прям буквально перед нашим близом. В субботу практически нет людей, вот нашел, собственно. Я пришла даже за 10 минут. Это просто какой-то нонсенс. Наш главный ход. Часто я опаздываю еще, потому что не могу найти корпус правильный или кабинет, потому что их тут много. Сейчас, например, нужно пойти в пятый корпус. То есть из главного я должна еще идти несколько минут на улице. Тут моя одногруппница, которая не замечает, что я иду за ними. Привет, девчонки. Как ваши дела? Ой, привет. У нас пришла политология впервые. Это очень было необычно. Жалко, что я не могу найти гардероб, потому что таскаюсь в куртку. Видите, как красиво зато. Сейчас покажу, какой здесь красивый зал. Интересно, почему здесь никто не сидит. Преподаватель мне показался очень интересным. Не знаю. Он так много про что-то про себя рассказал. Он рассказал о своих каких-то достижениях. Он очень много работал в политике, занимался этим. Поэтому я думаю, что он достоин звания преподавателя, который практикующий. А не просто вот выпущен. После аспирантуры приходит преподавать нам. Сейчас у нас будут письма о мышлении социологии, которые у нас уже были в предыдущем семестре. Думаю, не буду подробно рассказывать. Просто покажу некоторые кадры. Как вам две пары, которые пришли? Хорошо, мне понравилось. Сейчас у нас будет основа редактирования и копирайтинга. Что-то меня уже... Нас уже напугали о том, что там будет какой-то жесткий преподаватель. Ну, посмотрим, как будет. Мы решили пойти покушать в столовую. Либо в вкусную точку, которая находится рядышком с нашим вузом. Мы пришли в столовую. Можно либо заказать, пройдя очередь и выбрать заказ. Что-то будет, да? Либо можно заказать через положение и вот в таких боксиках забрать свой заказ. Мы, конечно, так и сделаем, потому что это удобно. Мой заказ готов. Там прямо написано моим. Вот так вот забираем, только аккуратно. Наша еда предоставлена. Ну, здесь я заказала себе супчик. Салат из кончозы и сэмвич. По Иваны забыла, как называется. Удан с курочкой. Суп я здесь никогда не пробовала, кстати. Четыре пары в субботу. Это, конечно, просто издевательство, но я справилась. Ура! Сейчас я хочу кое-куда поехать. Надумаю, по названию вы поняли, потому что погода просто прекрасная. Я не могу этого не сделать. Потому что я не была там ни разу за все время, пока я живу в Москве. Это, конечно, парадоксально. Я очень туда хочу сейчас поехать. Спустя миллион часов. Ну вот, я тут. Иногда даже не верится, что я не вижу много людей, а в Москве. Это очень всего спонтанно. Я рада, что все сложилось именно так. Я здесь учусь. Я в шоке. Я уже дома. И день подходит к концу. Да, я была впервые на Красной площади за все время, пока я тут живу. Но не впервые в жизни, а впервые за этот период. Но именно на игум-ярмарке я не была никогда в жизни. Это факт. Вот сегодня перебрасывала. Очень красиво, безусловно. Мне кажется, зимой, когда снежок, когда все украшено и темно, и яркие фонарики, намного, конечно, наверное, воспринимается более ярко. Больше впечатлений, наверное, можно получить. По поводу сегодняшнего влога. Да, я немного сегодня снимала отрывками, потому что я давно не была в УЗИ и погрузилась немножко в процесс. Последние два месяца мы нормально, можно сказать, не учились. То есть, ну да, у нас были каникулы новогодние. У нас началась учеба только 2 февраля, то есть сегодня. Но при этом до этого у нас, если и была учеба, то она была либо дистанционкой, либо 2-3 дня в неделю, потому что это уже были такие экзаменционные недели. А из-за того, что у меня в основном зачет автоматы и все есть, поэтому, можно сказать, я нормально не училась последние два месяца. Поэтому я очень сильно погрузилась сегодня. И иногда забывала про камеру. Вот, простите, пожалуйста. Старалась показать, как могла сегодняшний день. Хоть я и устала, но мне безумно понравился этот день. Не знаете что? Хотела поблагодарить вас за просмотр. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Мне очень приятно.